В Дагестане раскрыто зверское двойное убийство. Предполагаемые преступники уже задержаны. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей Избирбаша, которые жестоко расправились с пожилыми женщинами. Мотивы преступников сейчас пытаются понять следователи. Все подробности у Патима Тханаповой. Руки и ноги связаны с кучем, голова обмотанная липкой лентой. Место убийства удивило даже опытных оперативников. Труп 63-летней горожанки Избирбаша был найден в собственном доме. Через полтора месяца в Каякентском районе полицейские обнаружили второе тело, также с признаками насильственной смерти. Оно принадлежало 70-летней жительнице села Новакаякент. С учетом проведенных сотрудниками полиции мероприятий и анализируя характер и способ совершенных преступлений, уголовные дела были соединены в одно производство. Уголовное дело было взято на особый контроль руководством МВД по республике Дагестан. В ходе проведения оперативно-райских мероприятий и отработки района совершения преступления сотрудниками полиции была получена оперативная информация о причастности к совершению данных преступлений двух несовершеннолетних жителей Дагестана. Как и предполагалось, оба убийства были совершены одними лицами. Ими оказались 17-летние юноши, жители Избирбаша, Илья Остроущенко и Андрей Ковалев. Подозреваемые были задержаны в Махачкале, когда спокойно прогуливались по улицам столицы. Их узнали сотрудники патрульной службы. Заметив сходство с разыскиваемыми стражей порядка, решили задержать предполагаемых убийц. Заступив на службу по улице Иршиказака, нами были замечены двое граждан, схожих с этой ориентировкой. Подойдя гражданам проверить документы, у одного из них оказалось паспорт с собой, а у второй представился, что потерял документы. Информация о разыскиваемых лицах совпала с данной ориентировкой. Сопротивление они не оказали, потому что это для них оказалось неожиданностью. Несовершеннолетних преступников ожидает реальный срок. Сами они не отрицают свою причастность к жестокой расправе и даже признают, что убийство совершили из корыстных побуждений. В настоящее время им предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренных пунктами АЖ, части 2 ст. 105 УК РФ. Это убийство двух и более лиц, совершенная группой лиц. Патимат Канапова, Дауд Гасанов, Мурат Бекбарзов, телеканал ННТ, Избирбаш.